Всем большой привет дорогие друзья! Мы продолжаем симулировать матчи чемпионата мира по футболу фифа 2018 который проходит в нашей великой могучей стране россии со мной наш священник и тот человек который будет на стадионах чемпионата мира по футболу александр дегтярев саша с кадилом буду ходить да представь сборной россии сборной египта говорить тут не о чем в принципе все все прекрасно понимают это был фифа прогноз увидимся я со сборной саудовской аравии два поражения подряд все это прекрасно помнят но вместе с тем букмекеры считают что сборная россии все-таки фаворит в этом матче господи кто они последний наверное кто в это верят итак самый маленький коэффициент дает винлайн они дают 204 на победу сборной россии в целом немного и немало но как мне кажется это все равно слишком большой аванс для сборной черчесова потому что также их коллеги из лиги ставок до 205 и по 207 дает 1xbet и олимп ну а в сборную египта они верят к сожалению меньше и это наверное слишком странно ничего это опрометчиво потому что 1x ставка 396 дает на победу египта в этом матче 405 это лига ставок и 409 и 08 олимп и винлайн в целом очень много как мне кажется тут должно быть все в точности наоборот но посмотрим как на наших футболистов подействует этот пресловутый 12 игрок на ничью ставки так же часов до усатый парень на бровочке будет носиться и пропускать фигню за динамо дрезден да и так вот ничья это 330 лига ставок 332 винлайн ну и и же с ними о других букмекеров в целом коэффициенты на ничью достаточно большие я был именно на нее бы и поставил в этой игре причем на ничью наверное делевую 11 или 2 2 скорее всего так и будет а как будет у нас сейчас посмотрите прямо сейчас прямо сейчас отправляемся в санкт-петербург друзья египет россия а вот теперь да понеслась сборная россии сразу же бежит в кальянную чуть только не быстро то бегают ой смысле какая атака у вас один удар в створ меня нет на игру вы что господа я не пойму почему игра так быстро идет вот прошлый матч мы стоит когда играли на прошлой неделе там как-то это было все медленно размеренно все нормально 6 очень многое изменилось 6-1 мы сделали а тут прям вообще будто фпс 60 ох 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 ты смотри че как будто футбол научились играть даже здесь да вообще опа опа головин бьет кого баклуши да смотри пока у нас сборная россии в таком же виде в котором не я имею ввиду вот если брать наши матчи пока у них три очка в группе есть начинка с тобой сыграли 0-3 селудовская равя пролетела полова на свай да оп смолов что-то исполняет это пенальти вот такие вещи на чемпионате мира я очень верю что в ворота соперников сборной россии будут какие-то странненькие пенальти назначаться ну да судьи будут очень лояльны к нам и в этом матче в том числе смола федя брат забивает гол сборной египта и пакует чемоданы чтоб поехать в англию или в германию играть потому что сборная россии после смачек с уругваем вылетает из чемпионата мира по футболу будем второй сборной в истории которая не смогла выйти из группы на домашнем чемпионате сразу за юарца да миранчук ну что делать этот парень а это абсолютно нереалистично ты видишь как он прошел до начала да тут надо брать в расчет то что я отнимать в этой хифе я так и не знаю на что надеюсь так «граната» вот «граната» ложится смотри Встроково тягиваться оц слушай а если он не только в хифе так будет уметь вот так уметь будет не только в хифе Игорь А Кинфеев, пожалуйста, хоть раз в жизни. А, например, ПС, да? Да. Какие-то менеджер можно. Которого уже давно нет. Здравствуй, брат. Чтобы мы сказали, о, узнаю Игоря Кинфеева. Сейчас как-нибудь плюху будет. Фенальти дай. Не свистя дай. Почему этот негр? Ушанка гуд. Презент. Когда какой-то монгол ударит ему эту шапку. Слушай, ну ты в первом тайме нанес два удара в створ. Я нанес восемь из них три в створ. Начать надо с того, что Игорь отразил уже три в створ. Это серьезный вариант, наверное. На вылет из группы после матча. Натима ворослятку. Откуда-то. Вот это было на Игоря похоже на большую ступень. Да, и выпендриваться сразу. Смотрите, я отбил. Пивают на отбой, играют египтяне. Уже не знают, что противопоставить этой мощнейшей сборной. Черчесова. По имени Черчесова, я бы даже сказал. Да, которая стала худшей вообще в рейтинге FIFA. За всю историю сборных России и Советской Союз. Семидесятое место мы занимали. Уже упали ниже Саудовской Аравии. Ниже. То есть это официально перед стартом Чемпионата мира была самая слабая сборная. Хотя подсчет рейтингов FIFA, он, конечно, очень сомнителен. И всеми подвергается всякой критике. Но со сборной России они угадали. Вот это, на Игоря, она похожа. Вот сейчас вышел, что-то сделал, а потом защитники будут от него словесно получать. Да. Вообще, по классике жанра ты сейчас должен еще два пропустить, а они такие понурые пошли отмечать поражение. А почему мой игрок, который стерился перед тобой в подкате, был сплавным? Не знаю, но я вижу то, что сборная Азербайджана спасает сборную России. Это да. Тут не поспоришь. Я, говорит, всем арбузов куплю. Какой он похож на себя-то, а? На какого-то седого парня. Да. С Кировского района. С рынок. Что происходит, что происходит. Слушай, вот Игорь потихоньку трансформируется сам себя. Ну что это за дриблинг такой? Это Юра Жирьков отбирает мяч. Мяточ? Да. The ball. Просто после челси его надо озвучивать только так. Ой-ой-ой. Юрий Жирьков. Игорян, немножко не туда-то этот мяч. Этот? А может и не тот. Так, можно и пенальти ставить. Это ты такой красивый. Это Федя Кудряшов. Ты что, не узнал его по прическе? Я думал, Раджану и Галан. Розу вот здесь вот цвел. Мо Салах сейчас будет исполнять. Смотри, Салах. Волонтера убил. Я тут взгляд сейчас. Что, говорит, я делаю? Почему я не курил в сборной России? Эх, береза. Березонька. Мо Салах, Мухаммедушка. Давай за нас. Это лучший подкат. Что, говорит? Алексей Мирань. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это графон. Посмотри на его лицо, на его посмотри. Просто ужас какой. Слушай, а если на этот... Нам сейчас показали Алексея, да? А если посмотреть на Антона, они этот... Может, прикольно, если ему другое лицо нарисовали? Ну, конечно. Они ему нарисовали лицо постарше. На сколько секунд? На минут 10. А ты думаешь, дети выползают из мамы? Подожди, не выползают. Десантируются. Десантируются, да. Миранчук сломался. И вот еще один печенюх получает игрок в сборной. Я помню, он вязал. Нет, это был... Это Абдул-Шапи. Получает горячую путевку к себе на родину. За 5 тысяч можно улететь, прям. Забнин! Я уже в девятке его люблю. Ну, 4-1, ну это переборно. Ну, это уже абсолютно... 3-1 еще, ну хоть как-то. Ну, нет, нет, это тоже нереально. После матча с вторым составом сборной Турции, это реально нереально. А после матча с Солду с Каравиев судить вообще не о чем. Ай, Эль-Нини. Или не Эль-Нини. Просто кто-то с похожей прической. Марсел. Марсел, да. Друзья. Не тот, конечно, но все равно. Дайпас далеко, сильно. Эль-Нини. Удар слишком. О, травмы подъехали для Мухаммеда Салаха. Ну и все. И все. И 3-1. А почему они недовольны? Не свистят? А ты слышишь, как-то... При таком раскладе сборная России выходит из группы с шестью очками, как минимум. По крайней мере, у нас. Обыграв сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0, я обыграв сборную Египта со счетом 3-1. Что получается, с Уругваем 3-2 играем, да? Ну, посмотрим. С Уругваем мы проиграем. Да. Но, друзья, это только в FIFA такое возможно. По факту, мне неохота еще что-то говорить про сборную России. Ладно. Сейчас вот эта вся истерия сборной России всем очень интересна. Мы реалисты, дорогие друзья, и понимаем, что сейчас счет этого матча представляется чем-то противоестественным. Да. Смотрите нашу программу, смотрите футбол, матчи чемпионата мира. Увидимся с вами уже на следующей неделе обязательно. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok